Привет! В этом видео мы проведем эксперимент, в котором узнаем, сможет ли тысяча канцелярских резинок сдержать силу взрыва петарды Корсер-12. Наверняка все, кто сталкивался с этими петардами, знают, что они очень мощные и способны повредить практически любой предмет. Но может быть именно резинки станут исключением, ведь они сделаны из прочного латекса, который хорошо тянется и не даст взрывной волне повредить их. Сейчас мы это и проверим. Для этого мы купили очень много резинок, ну и само собой петарды Корсер-12. Как вы могли заметить, у петарды очень маленький фитиль, что не очень кстати, поэтому мы приняли решение удлинить его. Для этого мы берем фитиль, который мы купили отдельно, отрезаем небольшой кусочек, стыкуем его с фитилем на петарде и фиксируем с помощью изоленты. Так-то лучше. Таким образом мы модернизировали все три петарды и теперь у нас будет время, чтобы отойти на безопасное расстояние. Пора переходить к следующей задаче. Распечатать резинки и расфасовать их на нужное нам количество. Просто посмотрите, какая куча резинок у нас получилась. Они в буквальном смысле заняли половину нашего стола. Мы решили провести три взрыва, а значит нам необходимо разделить эту кучу на три части. В первой мы отобрали 250 резинок, во второй 500, а в третьей целую 1000. Теперь самая сложная часть эксперимента. На все петарды необходимо натянуть резинки. В процессе работы мы заметили, что это занимает слишком много времени и решили оставить это за кадром. Спустя полтора часа мы закончили. И вот что у нас получилось. Только взгляните, какая огромная получилась петарда с 1000 резинок. Размером она напоминает огромный баклажан. Петарда с пятью сотнями резинок получилась не такой большой, как предыдущая. Но тоже остается внушительных размеров. Ну и самая маленькая петарда, на которой всего 250 резинок. Кажется, у нее совсем нет шансов противостояния со взрывом. Мы вышли в отдаленное от людей место и приступили к проведению экспериментов. Первую на прочность мы проверим петарду, на которой 250 резинок. Размещаем ее на пне и, затаив дыхание, поджигаем. Сила взрыва была достаточно мощной. И 250 резинок не смогли справиться с внушительным взрывом петарды. Мы не останавливаемся на этом. Взглянем же на то, как петарда справится уже с пятью сотнями резинок. Повышаем вставки и поджигаем фитиль нашей петарды с пятью сотнями резинок. Что мы можем наблюдать? Второй взрыв нас немного удивил. 500 резинок практически справились со своей задачей, но недостаточно сдержали взрывную волну. Можно заметить, что в одном месте вылез гипсовый наполнитель. И в средине петарды немного вспучило резинки. Теперь настало время для третьего и самого интересного для нас взрыва. Это петарда с тысячей резинок. Мы уверены, что она уж точно сможет сдержать взрыв. Проверим же наши догадки. Чего и следовало ожидать. Несмотря на такой мощный взрыв, на петарде нет ни единого повреждения. Разве что резина приобрела черноватый оттенок. Мы разрезали резинки, чтобы посмотреть, что произошло внутри нашего импровизированного чехла. Разрезав ее, можно заметить картонный корпус петарды и гипсовые заглушки. Пришло время подводить итоги. Тысяча резинок смогли полностью сдержать взрыв петарды. А значит эксперимент определенно удался. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди вас ждет еще много интересных экспериментов. До скорых встреч. Всем пока.